В чемпионате меньше, нежели Климента Руссо, который был сейным боксером под четвертым номером. Он пробился в финал. Российский боец. Вообще-то неожиданно для многих вышел в финал. Серебро у Климента Руссо Олимпиады 2012. Напомню, кто выиграл у него, это был Александр Русик. Который взял золото. Евгений Тищенко совсем недавно начал показывать большие результаты на Всемирной летней универсиаде, которая проходила в Казани. Взял золото и заслужил право ехать от сборной России на чемпионат мира. Ну и уже гарантировал себе серебро. Посмотрим, сможет ли он пройти Климента Руссо. Видим, насколько выше Тищенко. Рост там по 2 метра у парня. 22 года Тищенко, 31 год Климента Руссо. Тищенко все-таки еще немного сыроват, чего-то ему не хватает, жесткости и акцента в ударах. Но школа и задатки очень неплохие. И уже сам факт, что он пробился в финал, сам за себя говорит. Сложно сейчас будет Климента Руссо, по идее. Он намного ниже. И у Тищенко хороший джеб. Хорошая работа с дальней дистанцией. И, конечно же, он не должен подпускать Климента близко к себе. Бросается Климента Руссо. Весовой категории до 91 килограмма Арсен Азизов из Харькова должен был представлять Украину. Но, к сожалению, Аиба его не допустила, так как заявка была отклонена. Пайцика получил травму, не поехал на этот чемпион мира. Азизов был заменой ему, но не успели. Только 9 боксеров представляло Украину. Не спешат пока что соперники. Отдал центеринга Клименте. После поражения очень неожиданного от румынского боксера во всемирной серии бокса Климента Руссо взял паузу. Ну и снова мы видим его во всей красе. Очередной финал чемпионата мира для него. Был он чемпионом мира в 2007 году. Два серебра Олимпийских игр 2008-2012 годов. Ну, кстати, на последнюю Олимпиаду Климента Руссо взял лицензию именно во всемирной серии бокса. Напоминаю, что квота увеличивается. На следующую Олимпиаду 30 боксеров из ВСБ получат лицензию. И аж 70 лицензий планируется раздавать боксерам в профессиональной лиге АПБ, которая открывается, напомню, в начале 2014 года. Хороший раунд для Тищенко. Климента так и не смог подобраться к сопернику. Посмотрим, какой будет счет. Смотрим на повторы. Размашистые атаки. В своем стиле действует Климента Руссо. Вот так вот он бросается. Бьет зачастую открытыми перчатками. Климента Руссо получает первый раунд от всех трех судей. Да, неожиданно. Хотя мне казалось, что Тищенко неплохо первый раунд провел. Посмотрим, как будет дальше. Ну, при всех своих недостатках Климента Руссо, конечно, боксер с опытом. Многие отмечают, что у него, в общем-то, неправильная техника. Бьет размашисто. Очень сильно раскрывается. Но достижения его говорят сами за себя. Другой вопрос, что правильно подобрать ключ нужно Климента Руссо. Чего он любит? Это прессингово. Он очень не любит, когда идут на него активно вперед. И не любит серийной работы со стороны соперника. Помним, как выиграл у него Анистер во всемирной серии бокса. Он просто запрессовал. Поджимал у каната в углах. И просто обрушил град ударов на соперника. И с этим не справился. Климента. Экономно действует пока что Евгений Тищенко. Очень долго выжидает. Никак не осмелится атаковать россиянин. Наконец-то удар в корпус. Неплохо. Рафири просит поосторожнее быть с головами. Исечения никому не нужны. Да, не очень подвижен на ногах. Тищенко, как мы видим, останавливается. И поэтому, в общем-то, Руссо не оставляет других вариантов. Кроме как просто пробивать уже на выбор. Руссо неплохо ориентируется. Видит слабые места. Это корпус Евгения. Высоке держит руки россиянин. Но корпус при этом открывает. Как правило, таким боксером, как Евгений Тищенко, с такой антропометрией, не очень удобно боксировать на ближней дистанции. Но, как мы видим, он старается это делать. Выплюнул капу у нас россиянин. Закончен второй раунд. Эта трехминутка была более успешной для Климента Руссо. Так что еще больше поводов полагать, что отдадут ему преимущество судей. Смотрим на повторы. Да, второй раунд также выигрывает Климента Руссо. У Тищенко остается мало шансов. Это говорит о том, что, скорее всего, у россиян будет только одно золото на этом чемпионате мира. Тищенко пока что тянет только на серебро. Но посмотрим. Есть еще третий раунд. Да и ребята у нас потяжелее. Тут могут быть и падения, и нокауты. Локтем встречает Климента россиянин. Да, конечно, чего-чего. А ног, быстрых ног не хватает Тищенко. Порой он просто не успевает за Климента Руссо. И только сейчас вот сам Руссо решил выйти поближе к сопернику. И вот тут на ближней он имеет преимущество. Делает ему замечание рефересного за опасную работу головой. Хорошо сейчас россиянин поработал на ближней, сам к нему Климента Руссо подошел. Ну вот так бы работал Тищенко в предыдущих раундах. Мог бы на что-то рассчитывать. Только в третьем раунде он проснулся и имеет успех. В том-то все и дело, что не так страшен черт, как его молюет. Климента Руссо имеет множество слабых качеств. В защите у него сплошные дыры. Нужно выбрать правильную тактику. И многим боксерам это удавалось. Сейчас это удается в какой-то степени Евгению Тищенко, но слишком поздно. Он проснулся слишком поздно, он понял, как нужно боксировать против Климента Руссо. Два раунда он проиграл. Третий, в принципе, можно говорить, что раунд его. Нервничает россиянин. Понятны его нервы, потому что лезет обниматься Климента. Тищенко хочет боксировать. Вот, неплохо на отходах. Словил там еще несколько ударов Климента. Поднимает руки. Ну что, молодец Тищенко в любом случае. Третий раунд провел превосходно. Серик Сапиев. Обладатель Кубка Вэлла Баркера последней Олимпиады. И золото Олимпиады у него. И Александр Поветкин были на ваших экранах. Ну да, так никто не делает, конечно, в боксе. Немножко не справился с нервным напряжением россиянин. Ну, Руссо единственный итальянец, который пробился в финал чемпионата мира. Единогласное решение у нас здесь. И Климента Руссо одерживает победу. Это второе золото чемпионата мира в его карьере. Двухкратный серебряный призер Олимпиады и двукратный чемпион мира. Очень неплохо. Один из лучших итальянцев. Один из лучших боксеров этой весовой категории. Поблагодарил он и россиян. Но у нас небольшая пауза. Оставайтесь на экспорте. Впереди у нас супертяжелый вес. Двухкратный слив. Продолжение следует...